всем доброго времени суток пересаживаю я сегодня вот апельсина и мандарина это привитые культурные черенки покупал я их через почту заказывал прислали это апельсин это у нас мандарин так как у этого апельсина уже корни пошли через дренажные отверстия решила его пересадить и вместе уже и мандарин потому что здесь емкость маленькая стаканчик на 200 грамм не очень это расти хотя вот здесь я убрал верхний слой то это у нас удобрение обильное я его высыпал свою почву грунт подготовлены грунт я делал брал часть лесной земли с подстилки часть торфа брал и песка песка где-то добавлял процентов 30 от общей общего объема даже меньше чем 30 и также на все это добавлял где-то 25 процентов перегноя перегной добавлял я от коровы так что коровы добавил получился вот такой грунт он с песком рыхлый такой уже менял этот грунт добавлял верхний слой снимал в основном его лимона и также будем пересаживать этот грунт сначала пересадим апельсин а потом мандарин подготовила такие вот емкости с бутылок так как они небольшие они по себе деревца пересадим сюда оказывает доверха получится у нас и снизу сантиметра три где-то пространство нормальное будет а там уже следующий или летом этим что будет пересадим уже больше вроде это горшочка на литра два сделал я внизу дренажные отверстия по этих вот уголках поскольку здесь по 5 по 6 штук по 7 отверстий так на них в качестве дренажа насыпал песка крупного рышного но это не рышной песок а белая скважину достал его наверное 7 метров глубины но крупный такой за галькой немного то качестве дренажа его насыпал теперь будем сюда насыпать грунт наш снизу пленка пускай сыпется потом яичкой сделаем засыпем обратно сюда так еще сюда немного добавим немного постучил так по высоте можно еще насыпать все что мимо пленки просыпется пылесос соберу такой вот старый пылесос называется он циклон м и пыль и песок все пылесос соберу ну вот я насыпал еще подстрамбуем так можно еще немного а может нет сейчас посмотрим так наверное хватит уже пылесос соберу так 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 что нам мастить куда фотоаппарат лезет ладно будем руках покуда держать ну я что сыпану немного пылесос соберу так 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 снизу я основу засыпал по высоте держится сверху получится у нас это крупная часть отбросим далее чтобы не повредить особо само держится будем делать следующее выражем дно по кругу и распустим стаканчик сверху дониза аккуратненько чтобы не повредить корневую систему так вот он у нас вышел наверно надо было пролить немного ну что вместе с комом аккуратно ой вставляем сюда в основную емкость чтобы нам были свободные руки вот поставить сюда так видно будет дальше досыплю еще немного грунта все таки глубоковато вышло уже много Ставим вместе с коном, наши держатся. Ставим в емкость и аккуратно засыпаем по кругу. Немного пальцем под трамву. Продолжение следует... Засыпал я сверху корни, там немного оголились, видные были. Вот я их засыпал. Заглублять особо не стоит, думаю. Черенкованные я заглублял, то ничего, этот прищепленный, не знаю. Получилось у нас вот так. Все немного подтрамбуем. Все это дело. Так кусочек уберем. Ну вот теперь ему для роста пространство довольно большое получается. Снизу грунта вот получается у нас сантиметров, наверное, 5. И потом основной уже ком становится на этот грунт. и вокруг засыпается. После посадки я его поливаю еще вот. Снизу грунта. Сейчас будем пересаживать мандаринчик. Тем же способом. Мандаринчик Кавана Васа. Наверное, можно было и не обрезать дно. Попробовать так его. Вот он и вышел. Спортили только стаканчики. Можно было еще раз сюда посадить. В грунте у нас много удобрения видно. Не знаю, правильно это, неправильно. Что за такое удобрение. Это я покупал эти растения. Что там за удобрение, не знаю. Пересадим. Будет расти. У нас получатся вот немного вон так заглубленный. Наверное, сантиметра на два. Как раз будет для полива. Здесь тоже. Чтобы вода не выливала. Так же, как и тот апельсин. Засыпаем его грунтом вокруг. Засыпаем его грунтом. Немного подтрамбовали методом утруски. Так, пальцем по кругу еще подтрамбую, но не сильно. Чтобы чувствовалось, что земля не ужатая. И вот немного еще. Будем смотреть, что у нас получилось. Когда корни уже пойдут в этот грунт, он питательный. Как я и говорил, здесь и лесная подстилка, и перегной, и торф. Думаю, пойдут рост. Потому что от лимона растут, а апельсин и мандарин сидят, не хотят даже и думать о росте. Но корни то выросли, через гранажные отверстия пошли, а сама листва не растет. Теперь это все дело поливаем. Вода с колодца. В колодцах у нас вода мягкая. Рекомендую дождевой, но с колодца поливаем нормально. Проливаем так нормально. Влага пойдет вниз. Сверху, думаю, лишнее не будет уже. Что не надо, через гранажные отверстия сойдет. Потому что вот я поливал в стаканчиках этих одноразовых. Пересыхали быстро. На два дня максимум хватало. Хотя в помещении здесь мне 22, 18. От 18 до 22 градусов. Иногда 24. Но земля все равно пересыхала. Польем так обильно сразу при посадке. Пускай стоят. Шесть дня три посмотрю по грунту. Надо поливать, не надо. Я их подкармливал немного уже. Пролью сразу, чтобы нормально. А потом уже пускай стоят. Ну вот такая у нас получилась пересадочка. Стародорожская вода была. Минералка. Видно, влага вот уже дошла до низа. Думаю, больше поливать не будем. Так как сверху уже мокрая. А потом это все распределится на всю емкость. И не надо будет так часто поливать. Как я уже говорил, через день, через два поливал. Потому что быстро грунт пересыхал в стаканчике. Здесь уже больше емкость. Не так пересыхать будет. Подлив меньше будет. Ну и пространство для роста, для корней. Больше корней, больше будет питательный. Весь час поступать. Пойдет рост. На этом будем заканчивать. Пересадка уже у нас закончена. Подлито все. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok